Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров и глава Свердловской области Евгений Куйвышев проверили скорость интернета и протестировали медицинскую информационную систему в больнице села Пазариха Каменского района, высоко оценив качество и надежность работы оборудования. Сейчас в селе в двухэтажном здании площадью почти 700 квадратных метров размещены две общеврачебные практики, принимающие до 46 пациентов в смену. Всего медучреждение обслуживает более 3000 человек, среди которых 660 детей. Здесь уже сейчас созданы условия для того, чтобы врачи и пациенты могли не просто получать медицинскую помощь местных медиков, но и консультироваться с врачами ведущих клиник региона. До запуска новой системы жителям Пазарихи приходилось ездить в Каменскую центральную районную больницу, расположенную в 25 километрах, где практика связи с областной больницей, между муниципальными центрами и другими лечебными учреждениями региона существует уже несколько лет. До недавнего времени общеврачебная практика Пазарихи была подключена к сети интернет по типу ADSL, пропускной способностью канала 2 Мбит в секунду. Сегодня наложена работа высокоскоростного канала связи, организованного компанией Ростелеком, что позволит пациентам не только получать онлайн-консультации, но вместе с ними и целый спектр услуг, включая запись на прием через интернет, ведение электронных карточек и так далее. Николай Никифоров и Евгений Куевышев проверили скорость интернета на рабочих местах специалистов медицинского учреждения, а также связались с областной клинической больницей номер один. Министр высоко оценил качество проделанной работы и поблагодарил главу Свердловской области за темпы выполнения задачи, поставленной президентом Российской Федерации. Только на территории Свердловской области предстоит подключить более 400 учреждений. Это один из регионов-лидеров по числу подключений. И, конечно, такая работа в такие сжатые сроки, напомню, что президент поставил задачу в 2018 году эту проблему в масштабах страны полностью закрыть, она требует очень серьезного взаимодействия федеральных, региональных властей. По словам Евгения Куевышева, обеспечение больниц в населенных пунктах Свердловской области качественной интернет-связью позволяет решить целый комплекс задач. Благодаря тому, что приходят в наши медицинские учреждения скоростной интернет, это возможность подтянуть всю телекоммуникационную сеть территории. Это и почты, это и исполнительные органы власти, это и наши предприятия, и многое-многое другое. Высокоскоростной интернет – это та самая главная стержневая инфраструктура, благодаря которой будут развиваться и другие сервисы, услуги и возможности. Николай Никифоров это подтвердил. Только для подключения к интернету по Зарихинской общей врачебной практике потребовалось проложить около 6 километров волоконно-оптической линии связи. Но теперь к этому узлу могут подключаться другие сельские учреждения. Это принцип, по которому проект реализуется на территории всей Российской Федерации. Глава Минкомсвязи также подчеркнул, что в Свердловской области возможность доступа в интернет есть у 97% населения. Это очень высокий показатель, поскольку в среднем по Российской Федерации только около 70% жителей сегодня реально пользуются услугами скоростного доступа в сеть. В Екатеринбурге, в целом Свердловской области, результаты по этому показателю очень хорошие. Регион вообще всегда славился своей IT-инфраструктурой, IT-проектами. Здесь, кстати, есть большое количество местных серьезных компаний, которые известны далеко за пределами региона, известны и на российском рынке, и в глобальном даже масштабе. Это в целом способствует тому, что жители активно используют современные способы получения услуг. Возможность прямых консультаций с узкими специалистами из других медицинских учреждений необходима не только для небольших населенных пунктов. Даже в нашей Артемовской центральной районной больнице благодаря усилиям руководства такая система внедрена. Ведь порой врачам приходится сталкиваться со сложными случаями, разобраться с которыми могут помочь лишь узкие специалисты, которые есть далеко не везде. В Артемовской ЦРБ в целом уделяется много внимания внедрению современных технологий. И пусть по объективным причинам это происходит не так быстро, как нам бы хотелось, но поэтапная спланированная работа ведется, и это видно невооруженным глазом.